У нас как раз политического подтекста хватает. У меня даже сегодня была с товарищем из Левого Фрунта, с другими местами, которые сейчас присутствуют, замечательная тема дискуссии. Он мне предложил присовокупить к требованиям нашего лагеря требования свободных выборов губернаторов и мэра Москвы. Была незаконная приватизация нашего дома, общежития. Госкому имуществу подарила ЗИЛу без расселения. Просто подарили дом вместе с людьми. По документам дом оказался пустой, а на самом деле там было прописано более 200 семей, постоянно зарегистрированы. И в 2008 году, типа, рейдер по захвату, что ли, пошли по квартирам слезать двери, избивать людей. Сказали, что здесь никто, у меня собственная ЗИЛа, пожалуйста, в какой-нибудь помещении. Как там приходили люди, когда гуляем по Арбату, переместились после разгона баррикадной, они приходили, посидят немножко, говорят, нам здесь неинтересно, мы пойдем на Арбат. Потому что мы солидарны с этим требованиям. И также мы солидарны с требованиями долой путь, с требованиями честных выборов. Но если мы сейчас здесь присвокупим эти требования к требованиям лагеря, нам придется здесь умереть. Потому что наши... Я из Самары, зовут имени Маса, Катюшу выпускаем. Вот приехал, дело-то общее. Пусть считает наши требования слишком локальными, неинтересными, да, вот какая-то проблема каких-то общак. Мы тут говорим в общем-то, страну за Путина. Это вы сейчас на ужин накрываете, да? Да. Это вот стол у вас такой, да? Нет, я не знаю. Стол при правительстве Москвы. Да, да, да. Это мы писали сами. В связи с тем, что нельзя использовать плакаты... Это очень даже хороший способ, да. То есть как бы снять с меня одежду они не имеют права, а на одежде я пишу все, что я хочу. Вот на данный момент я выразила здесь свою проблему. Пускай все видят, потому что... Кто-то недоволен тем, что удерживают за откровенного идиота и фантифицируют выборы. Обычно это там молодежь и интеллигенция. Кто-то недоволен большим тем, что помимо того, что удерживают за очевидного идиота, ему еще и впаривают это вот платное образование, это те же студенты там, да, или впаривают растущие тарифы ЖКХ. Мы знаем, за что мы сидим. Второй лагерь, вернее, первый, да, он не знает, за что, он там до того разброс в идеях, что вот когда они к нам наведываются периодически и с ними разговариваешь, у них такая раздробленность в принципе, в обществе. И плюс еще разные идеологии, они вместе никак не могут быть. Поэтому они там, а мы здесь. Например, меня спрашивали люди, приходящие с этих народных гуляний, а что вы будете делать, если вас будет разгонять полиция? Вот вам надо переместиться так-то, переместиться так-то и вообще присоединиться к гуляниям. Почему вы вообще не присоединяетесь к гуляниям? Я объясняю, что мы не можем присоединяться к гуляниям, потому что если мы просто пойдем гулять, нас никто не услышит, нас никто не заметит. Наши требования останутся неуслышанными, невыполненными. А у нас конкретная проблема людей, абсолютно конкретных, людей таких, как Вику Луганску, Зноковского общежития, вот эта бывшая воинская часть 62-12, выкидывают из дома с маленькими детьми, выкидывают на улицу. Да, у меня есть уже решение суда по выселению, когда мой адвокат спросил, куда пойдет шестилетний ребенок, у меня маленькая девочка, то сказал, ну пускай куда-нибудь идет. А куда она пойдет, это он не озвучит. Это судья сказал? Это судья сказал. Не присоединяются люди из Баррикады, из Старого Арбата к вам. Ведь, по идее, все против Путина. А у вас тут еще цена вопроса высока. Ида, да? Леля. Леля, держи. Спасибо, спасибо. Я не могу ответить на этот вопрос. Не клади яйца в эту корзину. Значит, естественно, протест должен быть рассосредоточен, это более эффективно в сегодняшних условиях. Начнем с этого. Второй момент. Ну, естественно, есть какие-то амбиции, есть определенные деструктивные силы, центробежные, которые пытаются, в том числе, и нас поссорить между собой в разные направления протеста. Что вы имеете в виду, в первую очередь, подвесну деструктивные силы? Деструктивные силы, это силы тьмы. Это силы, которые заинтересованы в том, чтобы наш протест заплегнулся, угас и исчез. Да, здесь сегодня на ассамблее звучал призыв о том, что люди возле мэрии устроили пакет, что их населяют из общежития, и нужно как бы помочь. Но здесь никто не отреагировал на это, потому что здесь все-таки решаются вопросы политического протеста. На самом деле, мне совершенно, например, непонятно, почему ассамблея, например, так волюнтаристки считает, что она здесь имеет право, и она здесь самый главный учредительный и законодательный орган. Никто ее не уполномачивал быть таковой. Ею пытаются воспользоваться какие-то, ну, не совсем честные люди. Или, возможно, да я, в принципе, уверен, возможно, что это в том числе и сегодняшняя система, которая подсылает своих агентов. Потому что сейчас происходит то, что разделилось на очаги какие-то определенные, протестные. Люди поняли, что они должны иметь какие-то свои права. Например, сегодня в ночь здесь, вот на этой площадке нашего сопротивления, здесь на русских баррикадах, так скажем, оставалось совсем немного человек, например. И большинство это была наша охрана, наша охрана националистов. Собрались представители разных социальных групп, я бы даже так сказала. Вот, к примеру, фашисты-антифашисты здесь сидят уже на одной лавочке, да, к примеру, и понимают, что они, в общем-то, все вместе клевые такие ребята. Гнаполотные 6 мая выходили, рядом шли там ЛГБТ, то есть представители сексуальных меньшинств. И шли рядом националисты, шли рядом Левый фронт. Которые, которым не давали здесь спать, замкнуть глаза, потому что полковник ОМОНа, который нас здесь охранял, всего лишь 15 человек, здесь 3 автобуса с ОМОНом, и полковник лично, я к нему подошел и задал вопрос, будут какие-то зачистки ночью, или какие-то проблемы. Он сказал, что никаких проблем, но он просто чисто из гуманитарных соображений, из любви к ближним, он не даст нам возможность здесь спать, есть и что-то еще делать, чтобы мы, не дай Бог, не простудились, не заболели, и что-то с нами еще не произошло плохое. И предоставит им возможность выйти из запутанной ситуации. Мне кажется, вы сейчас не в том состоянии, что вы сейчас можете предлагать кому-то. Вы знаете, что кажется, нужно осенять себя крестом на Вознесение Господа. Мы не крестим, я на Удом. Будьте добры, отвезите меня, пожалуйста, в медпункт для свидетельств. Но вы тогда не предлагайте мне, ибо игровой я, а камушки покушаем. С хлебушком. Смотрите, сколько видеокамер у нас снимает. Христос воскресе из мертвых до троицы смерти, смерть поправ, и сущим ограбек живут коровав. Все слились быстро. Вот это самый главный, у них какой-то, видимо, не знаю, религиозный фанатик, может быть. В общем, проходили мимо, начали говорить, что лучше вы там вены скроете, так вы будете протестовать серьезнее, и т.д. и т.п. Ну, вот, все. Попросили полицию вмешаться, да? Да, вот мы попросили, сходили к... Попросил вас скрыть вены, да? Да. Начал всех оснять крестом. И что полиция? Пришла, вот, уводит его к метро, как я понимаю. Как настроение? Близость памятника Куржавы как-то помогает? По-моему, они побежали на нас, и начали бить нас по головам. Просто по головам били. Прям не по телу, не по рукам били, четко по головам. И после первого нападения ОМОНа люди стали вставать в такие, какие-то плотные ряды и отбивать ОМОН. Тогда уже прийти рекордские. Ну, настроение у всех, у некоторых уставшие есть люди, конечно, мы сегодня решили собрать деньги, отправить людей помыться, постираться, купить им новые вещи, те, которые приехали с регионов и ночуют постоянно, им некуда пойти помыться. То есть точка баррикадная, на мой взгляд, возникла с явной стороны провокации, с стороны, так называемой, ассамблеи, которая, в принципе, я не считаю ее легитимной, и большинство людей, которые сюда приходят, также не считают легитимных органов, которые пытаются... Точка у мэрии, я так понимаю, те люди, которые выступают за свои там локальные проблемы, важно понимать, что без решения тех вопросов и тех требований, которые выставляются здесь, в основном лагере, их проблемы никогда не решатся. Мы отпраздновали день рождения Лены Васильевой, после 12-ти поздравили Матюшкину с днем рождения, у нас тут одни дни рождения. Спорились, были конфликты, было все. Ну, все, например, расходятся. Все равно объединяется все. Все равно в одном протесте все против того, чтобы оставалась нелегитимная власть при власти. А вот именно... Это радио Свобода.